Мы говорим о разъясненной работе, мы проводим, мы света себе проводим, центр себе проводим. Нема какой-то унификованої методики. Ну как же достучаться до сознания той мамочки? Ну приезжаем мы в село, я побачиваюсь, папа выпивший, мама выпившая, и за нею гуськом дитки мало-мало-меньше. Она не слышит нас. Может какие-то психологи, какие-то методики, расскажите, как же достучаться? Смотрите, на сегодня психолог, это не стало нашей практикой постоянной в жизни. Почему я и говорю? На сегодня, в принципе, более-менее подготовленные психологи, это студенты, студенты, выпускники высших учебных заведей. Приглашайте их. Если они не поедут на постоянное местожительство после университета, приглашайте на месяц, пригласите, они вас получат. Там есть психологическую службу, что-то дали. Приезжал к нам панок, я бы вам сама все рассказывала, сама психолог. Я знаю, это все интересно, это все реально возможно. Приглашайте. Кого вы пригласили? Вы съездили к проректору или к ректору университета, к декану, там Ирина Сергеевна, которая вам направит, подберет девочек. И попросите, чтобы они или премию им дали, студентам это тоже возможно. Вы их чем-то поощрите, они вам за неделю, они вас научат, вы соберите родительское собрание, они проведут тренинг. Другого я вам совета не дам. Психологов хороших нет. В том плане, что их наставки нет. Приглашайте студентов. И это мы вы должны спросить, сколько вы человек пригласили, в какие школы. Иначе самостоятельно, я вам говорю, вы правильно сказали, надо менять методику. Устарело, товарищи, устарело призывами, что это все плохо, а это хорошо, ничего не добьемся. Надо менять методики. А говорите о здоровом образе жизни, товарищи, не погодьте, ни себя не меняй, никого. Нам надо сегодня, это просто значит, занять свободное время. Вы же сегодня были, вы слышали, что девочка сказала. Я приходила, она вас спросила, все нормально, все нормально. Но поскольку ей не доверили, ей здесь доверили ему туалет, он знает. Вы понимаете, в чем нуждаются наши дети с ним? В том, чтобы им доверяли. Оказывается, ему это важно, и он отвечает за туалет, и он понимает, что он за это отвечает. А мы дома так, пожалели, освободили, ничего не доверили. Это же элементарно, понимаете? И об этом надо говорить. Знаете, почему мы страдаем? Потому что мы об этом не говорим. Вот вам и методика. Методику – это областное управление, образование. Я сегодня обращалась и говорила. Мы должны пройти в высшее учебное заведение. Есть каждый, который разработает методику. Там сейчас тоже методики сейчас выучили. Обращайтесь в высшее учебное заведение. И вы сами ничего не сделаете. Потому что мы постепенно, постепенно шли до данной ходу до этого. Мы утратили. Я сегодня больше хочу поставить вопрос. А так ли, правильно ли учебно-воспитательный процесс поставлен в школах? Я бы даже так поставила. Но вы понимаете. Смотрите, в любом деле, в итоге любого детства лежит в основе, лежит в цели и полагании. Вы знаете, чего вы доверили? Вот учат, учат, учат. А, конечно, результат. А кто сказал, что правильно учат, так как надо учат, учитывая воспитательный аспект. Психолога, педагогический аспект. Делать же что-то надо. Областное образование и управление. Или же напрямую идите в вузы. Возьмите какую-то школу экспериментальную сделайте. За провадь-то приглашайте психолога. Они только помогут. 10 человек в каждом районе живут. Это все предусмотрено. А у ПАКа работает 2 человека. Так надо взять людей, поставить туда. А никто же не хочет расширяться. Это сегодня 45% означает. Я на сегодня я говорю, что у них денег. Может быть, ситуацию не справишь. Хотя надо было бы. Вы поймите, их тогда. Спасибо.